Так, начинаем обсуждение культурно-исторической теории Льва Семеновича Выгодского, ее контекстов и возможностей применения современным дошкольным образованием. Ну вот как-то так. Николай Николаевич, если Вы хотите добавить, добавьте, пожалуйста. Я думаю, что здесь нам представляться особо не надо. Николай Николаевич Вересов, профессор Монашеского университета Австралии, известный всем исследователям трудов Льва Семеновича Выгодского, с большим количеством публикаций и сотрудник нашей кафедры ЮНЕСКО «Воспитание и образование детей младшего возраста», которые существуют при Международной Академии дошкольного образования. Ну, собственно говоря, и я тоже являюсь заведующим этой кафедры. И Николай Николаевич любезно согласился побеседовать как раз на темы работ Льва Семеновича Выгодского. Вот тут у нас был предварительный такой разговор, и мы пришли к удивляющему нас сюжету, по которому, как ни странно, существует большое количество разночтений, и, я бы даже сказал, незатронутых вопросов, которые рассматривал Льва Семенович Выгодский, которые представляют, на наш взгляд, большой запас возможностей для развития системы дошкольного образования. Ну, вот в частности, если мы рассмотрим законы психического развития ребёнка, то мы увидим, что нет таких фундаментальных публикаций на эту тему, если я правильно формулирую. Николай Николаевич, пожалуйста. Николай Николаевич, спасибо большое. И я, конечно, очень благодарен за то, что мы как-то совместно в наших обсуждениях пришли к выводу, что можно такой семинар попробовать организовать, и вот идея стала реальностью. Я очень благодарен за то, что пригласили меня поучаствовать, и чтобы не было скучно слушателям, я бы хотел к теме вернуться. Тема была обозначена как, по крайней мере, тема сегодняшнего разговора, если я правильно понимаю, была обозначена как развитие сознания, понятие развития сознания. Да. Вот я бы хотел с этого начать и в качестве застрельщика выступить с таким началом, с такой увертюрой. Вот понятие развития сознания. Сразу возникает вопрос, что мы понимаем под словом сознание, и что мы понимаем под словом развитие. Ну вот прежде чем содержательно говорить, а мы с вами не хотим, наверное, говорить, повторять всякие банальности, нам надо разговор содержательно вести и профессионально, сразу возникает просто отторопь, потому что в современной психологии нет, собственно говоря, единого, всем принятого понимания, что такое сознание. Правда же? Ну, я, по крайней мере, знаю литературу, где исследуется около 300 различных пониманий, толкований, концепций сознания современной психологии. Это, конечно, отражает состояние психологии, но я не об этом. Просто когда мы говорим о сознании, это значит говорить обо всем и ни о чем. Это первый момент. Второй момент, когда мы говорим о развитии, вот слово развитие стало так часто использоваться, употребляться, что смысл этого слова постепенно оказался выхолощенным. Я в каком смысле говорю? Ведь развитие можно просто понимать как некое изменение. Вот развитие, что-то изменилось, мы сразу говорим, что это развитие. Между прочим, в английском языке это очень здорово представлено. Действительно, в английском языке очень часто под словом development понимают любое изменение. Например, мои друзья в Америке говорят мне, что we have developed a bank account. Ну, когда они открывают счет в банке, они почему-то говорят, что они развили счет. Ну, то есть, как бы было у них 4 цента, а теперь там стало 18. Вот, we have developed, мы, в общем, увеличили. Но ведь для Выгодского и вопрос развития, правда же, и вопрос сознания всегда оставались центральными. Это была главная идея. И в этом очень легко убедиться, если взять, например, его работу 25-го года, сознание как проблема психологии поведения. Это одна из первых ранних его работ. И если взять одну из последних работ, которая так и называется, о сознании, к этой теме, видите, он и в самом начале обращался, в самом конце своей деятельности. То есть, эта проблема была все время у него центральной, но он подходил к этой теме как профессионал. На какое-то время она исчезла из его лексикона, потому что он начинал постепенно понимать, что говорить о сознании вообще очень здорово и интересно на уровне философии, на уровне такой философской психологической проблематики, можно сколько угодно. И после 1927 года он перестал вообще использовать термин сознания как центральный. А почему именно в этом году? Потому что в этом году, как известно, он написал книжку «Исторический смысл психологического кризиса», где с этим вопросом-то разобрался, что есть спиритуалистическая психология, механистическая психология, и психология говорит о сознании, но она ничего о нем не знает. И стал искать выход из этой ситуации. И, на мой взгляд, идея о том, что как профессиональному психологу нужно было найти тот материал, с которым можно работать, который можно исследовать. И вот здесь-то и появилось понятие «высшая психологическая функция» или, как это, не в переводе, а в отредактированном варианте всем известные «высшие психические функции», совокупность которых, как считал Выгодским, и является тем, что мы можем по-другому еще и сознанием назвать. Но с этим уже можно работать, потому что это «высшие психологические функции человека», как то логическая память, произвольное внимание, творческое воображение, с этим можно непосредственно работать в экспериментальном плане и в теоретическом плане. То есть в этом смысле Выгодский сделал очень классный, гениальный совершенно ход. Он в проблеме сознания обнаружил те моменты, которые можно исследовать не на уровне болтовни, а через специальные инструментальные процедуры. Теперь развитие. Ничего, что я… Да, нормально, нормально. Для Выгодского всегда было совершенно понятно, совершенно ясно, что когда мы говорим о развитии, мы должны прежде всего под словом «развитие» понимать развитие с точки зрения диалектики, потому что глубже понимание развития, чем понимание диалектическое, ну, то есть гегелевское иначе, просто быть не может. Развитие как качественное преобразование явления в процессе, или что Гегель называл метамарафозами, развитие как единство и борьба противоположностей, развитие как переход, от отрицания предыдущей ступени на следующей. То есть он и писал, ведь если вы помните в историческом смысле психологического кризиса, что мы должны не просто, так сказать, взять какие-то принципы диалектики и психологию на них построить. Он говорил, что мы должны найти диалектику в психологии, а не навязывать диалектику в психологии. И вот когда он это понял, у него и появилось, именно начиная с 1928 года, появилась эта идея о том, что предметом культурно-эсторической теории является процесс развития высших психических, пардон, психологических функций человека. Вот поэтому я вот такое вступление сделал, а теперь я хотел бы ваше мнение выслушать, если, может быть, вы... Ну, он иногда говорит высших форм поведения. Да. И здесь есть момент напряжения, но для меня. А вот что, если говорить о развитии, то вот я позволю себе привести цитату Льва Семеновича, короткую. Значит, развитие понимается им как сложный диалектический процесс, который характеризуется сложной периодичностью, диспропорцией в развитии отдельных функций, метаморфозами или качественными превращениями одних форм в другие, сложным сплетением процессов эволюции и инволюции, сложным скрещиванием внешних и внутренних факторов, сложным процессом преодоления трудностей и приспособлений. Это одна из моих любимых цитат. Я ее очень часто использую в своих презентациях. Да. А вот теперь, Николай Евгеньевич, давайте посмотрим на эту цитату еще раз, у кого перед глазами. Посмотрите, какое слово наиболее часто встречается. Слово диалектический встречается только один раз. Да, да. А вот слово сложный, сложный, сложным предметением, сложными метаморфовыми сложностями. То есть на него было очень важно подчеркнуть, что процесс развития – это очень сложная штука, и его нельзя понимать банально, как просто какое-то изменение. А между прочим, это довольно характерно. Обратите внимание, если ребенок начинает использовать в лексиконе больше слов, почему-то это называют развитием речи. Ну, правильно ведь? Развитием речи. А ведь использование большего количества слов – это никакое некачественное изменение. Это просто абсолютно количественная характеристика. Но называется все равно развитием речи. Правда же? Вот если говорить об упрощенном понимании развития, ну, вот я как бы, ну, вот то, что вы сейчас говорите, я бы выделил два таких момента, что развитие, оно предполагает обязательно сохранение и обязательно изменение. Вот эти два противоположных, как бы, момента, они, ну, как бы, задают вот этот вектор развития. Если мы возьмем что-то одно или что-то другое, вот как вы говорите, то развитие не получится. Да. А вот, ну, это не простые взаимодействия, удержания, а это вот, это очень сложный комплекс преобразований, которые, ведь там же получается, что развитие, это процесс, который всегда имеет в виду то, что было. Да. Вот особенно мне нравится, я подчеркиваю слово процесс, то есть развитие как процесс, не просто как фиксация неких состояний, было так, а стало так, вот развитие. Нет. Надо понять, а почему вот было так, а стало вот так, а никак иначе. Поэтому, конечно, конечно, сохранение и изменение. Да. И это, на мой взгляд, очень четко представлено при характеристике возрастов. Абсолютно точно. Подтверждаю, соглашаюсь, только что мы закончили с моим коллегой Дэвидом Келлогом перевод книги Выгодского «Проблема возраста». Мы, наконец-то, целиком перевели. Ее на русском языке целиком нету, но вот мы собрали из разных источников и издали на английском, поэтому, ну, поскольку я переводил, у меня текст перед глазами стоит. Абсолютно точно. Там это вот, то, что вы говорите, просто абсолютно с железной логикой прослеживается. Да, а вы нам объявите название вашей книги, которая, как она называется? Ну, это не наша книга, это книга Выгодского, на самом деле. Ну, я понимаю, да. Мы простые переводчики, называется она по-английски «The Problem of Age», «Проблема возраста», но она и по-русски так называется. Дело все в том, с этой книгой, что мы точно знаем, что у Выгодского была идея эту книгу написать. Ну, да. Мы совершенно точно знаем, что часть лекций по этой книге про возрасты и кризисы возрастные он прочитал в Ленинграде по приглашению Рубинштейна как курс. И на основе этого он хотел сделать книгу. И мы точно знаем, что в 2001 году Каратаева обнаружила архивные стенограммы лекций Выгодского, которые достались ей от отца. И опубликовала под названием «Лекция по педологии» в 2001 году. Вот. И получилось, что у нас как бы есть два источника, где Выгодский какие-то вещи повторяет, а какие-то вещи дополняет. И получилась, такая у нас возникла идея, что поскольку Выгодский не успел эту книгу написать, то мы решили все эти главы собрать воедино. Ага. Ну, здорово. Потому что... А, и мы еще знаем, что в четвертом, кажется, томе, точно в четвертом томе только некоторые главы были опубликованы в «Проблемой возрастом». Кризис трех, это кризис семи. Вот. А мы собрали все. То, что уже было опубликовано, то, что не было опубликовано, в общем, все воедино, собрали, написали, естественно, вступительную статью, объяснив, почему мы это все собрали и сделали полный перевод. И вот она у нас вышла буквально вот совсем недавно в издательстве «Премьер». К сожалению, только на английском языке, но что ж, так получилось. Ну, вот теперь смотрите, возникает такой вопрос. Ну, мы говорим с вами о Выгодском, о понятии развития. в каком-то смысле пока в понятии возраста в отрыве от реального образовательного процесса. Мы пока его не рассматриваем. Пока нет. Да, нет. Так вот, как бы, в какой мере, вот если я бы вам задал вопрос, в какой мере понятие развития, оно, то, как его, как бы, формулирует Выгодский, и, точнее, даже понимает, в какой мере оно оказывается актуальным для построения образовательного процесса. потому что иногда кажется, что люди говорят, что-то делают, и говорят, а вот мы опираемся на Выгодском. Понимаете? А вот хотелось бы вот здесь увидеть именно сущность, ну, так сказать, связь вот образовательного процесса и процесса развития. хотя Выгодский, насколько я понимаю, их различает. Конечно, естественно. Ну, вот довольно сложно, естественно, довольно сложно непосредственно связать теорию и практику. Не всегда бывает так, что теорию прямо немедленно можно практику включать, потому что между ними еще есть такая штука, которая называется эксперимент. Ну, конечно. Вот. Если теория не воплотилась и не подтверждена экспериментально, то, собственно говоря, не на чем строить никакую образовательную программу. Ее невозможно построить, взяв какие-то общие идеи из теории и говорить, что вот мы строим Новый Годск. Но это все равно как, знаете, строить автомобиль, говорят, что мы на законах Ньютона. Нам достаточно. Нет, конечно, естественно, правда же? А что, и там механика, и там механика. Что тут особенного? Вот. И вот здесь-то и лежит главная проблема, что мы вынуждены, наши коллеги-педагоги вынуждены говорить, что они на Годском строят, потому что ну, как бы общая эта идея ясна, что ребенок должен развиваться, и мы должны социальную среду создавать для ребенка, включать его в разные виды деятельности. Ну, вот обычно вот на этом-то и заканчивается разговор, да? А как это именно по-выготскому вы делаете? Нам говорят, что вот мы тут вот это, это, это делаем. А какой-то программы, мощная педагогическая программа, которая целиком полностью базируется на психологических закономерностях развития? Пока что нету. Вы, конечно, мне скажете, что, а как же Запорожец, программа Запорожец? Ответ, конечно, безусловно, да, много лет и в Советском Союзе, сейчас даже кое-где, но ведь программа Запорожец, она не построена на идеях выгодского непосредственно, она в основном имеет некие другие истоки, но об этом мы, может быть, отдельно когда-то про это поговорим. Я к чему клоню-то, я клоню к тому, что когда мы говорим на выгодском, мы отвечаем, а на чем именно на выгодском, на теории выгодского, да, вопрос, а в чем заключается эта теория? Вот вы же, да, вот, 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 Николай Евгеньевич, вот, ей-богу, давайте соберем 20 человек, ведущих выгодскянцев, с Россией, и зададим вопросом, пожалуйста, напишите на листе бумаги суть теории выгодского в пяти основных пунктах, как вы считаете, вот, они это сделают, а потом мы сравним, и вы, конечно, знаете, какой будет результат, получим 20 вариантов, получим 20 вариантов, а теперь вопрос, а что это за теория такая, ну, вообще, это что-то за теория такая, которую можно понимать в 20 разных вариантах, это вообще теория, или это нечто такое, или это повод для разговора, или повод для разговора, так вот, вы же прекрасно знаете, что чаще всего на семинарах, на конференциях, когда идет выступление о теории Выгодского, там именно эти общие разговоры и доминируют, плюс к этому еще лектор, естественно, показывает, какой он умный, и выдает свои собственные интерпретации, продвижение идей Выгодского, современное прочтение, и прочая, прочая всякая ерунда, но, когда я спрашиваю, слушай, у тебя современное прочтение, а ты мне не современное сначала дай, как, а потом скажи, а какой ты и вклад внес? Все, на этом разговоры оканчиваются, люди на меня почему-то обижаются и так далее. Так вот, перестают взаимодействовать, перестают взаимодействовать, довольно часто, да, хотя, в общем, ничего обидного же нету в моем вопросе, правда? Вы у любого физика, экспериментатора спросите, на каком теоретическое основание он делает свой эксперимент, он вам выложит это в три минуты, потому что для них это совершенно естественно и понятно, то есть я к чему опять же клоню, я клоню к тому, что сказал Александр Романович Лурия в 1982 году, ну-ка посчитаем, 92-й, 2-й, 12-й, 22-й, 40 лет назад, прекрасно знаете его высказание, Выгодский успел создать психологическую теорию развития, которая до сих пор не изучена полностью. и это было сказано 40 лет назад, прошло 40 лет. Я задаю вопрос, что-нибудь изменилось, можем ли вы сказать, что Выгодский успел создать культурно-истрическую теорию, которая уж сейчас-то изучена, но может не полностью, но хоть как-то изучена. Вот, Николай Евгеньевич, можете ли Вы, положа руку на сердце, дать на это положительный ответ? Вы знаете, Николай Николаевич, положа руку на сердце, я могу сказать, что отсутствует вообще-то достаточно, ну, скажем так, строгое описание этой теории. Просто отсутствие. Отсутствует? Мне кажется, что вот чем интересен наш разговор вот в данном случае, что, может быть, мы как-то будем стимулировать вот это исследование, собственно говоря, Выгодского, а не разговоров о нем. потому что, потому что, если мы это инициируем, то там дальше можно будет это оформить в какой-то такой, ну, предварительный, в какой-то предварительный, наверное, конструкт, я думаю, может дополняться. Ну, вот эту идею о том, что надо создать некий коллективный труд, в котором мы не себя будем показывать, какие мы умные, как мы это по-своему понимаем, а именно восстановить теорию, то есть изучить, как следует теорию Выгодского по источникам. Я эту идею выдвигал уже несколько раз на разных собраниях, и на чтениях мемориальных памятей Выгодского, и вы прекрасно помните, что я об этом говорил, и на дискуссиминарах в Москве, но пока что я слышу в ответ, да, конечно, надо бы, ну вот, на этом все и заканчивается. Но дело тут, вот еще в чем, ведь тут ведь очень интересная вещь получается. Можно я еще одну цитатку из 1982 года приведу? Да, да, да. Из того же года. Вот если мы откроем первый том Выгодского, он как раз вышел в 1982 году, да, первый том шеститомника, там послесловие есть, которые написали Ирошевский и Гургенидзе, они там четко написали, что Выгодский не успел создать целостной теории, ну, умер молодым, что там, в 37, и не успел создать. И вот это услышали, и стали повторять. И стали повторять. Тем более, что если взять эти шесть томов и прочитать их, то никакой теории там не возникает, потому что там просто опубликованы работы Выгодского и такой обобщающей работы, в которой бы он обобщил вот прямо вот свою теорию, просто нету. Поэтому, раз Выгодский не написал такую обобщающую, значит, вроде и теории никакой нету. А раз теории нету, так чего ее тогда? Тогда можно брать какие-то идеи Выгодского, ну, вот, какие нравятся, и на их основе строить свои собственные теории. Вот ведь какая вещь получилась. А потом умер молодым в 37, ужасно, трагично, смерть была трагичная, мы знаем. Но, извините, Пушкин тоже умер в 37 лет, а до этого он много чего успел создать. Правда же? Ну, да. Может быть, и Выгодский чего-то успел такое целостное, законченное создать? Чего уж сразу так? Вот. И поэтому вот то, чем я занимаюсь сейчас, в данный момент, это я вот просто пытаюсь каким-то образом в меру своих скромных сил воссоздать, вернуть, вернуть теорию Выгодского именно в пространство академическое, а потом и в пространство педагогическое в более-менее целостном, законченном, таком систематизированном виде. И здесь что очень интересно, что шесть томов это шесть томов, да, мы их все знаем и даже знаем, как они редактировались, и даже знаем, что туда кое-что вписывалось, а кое-что оттуда выбрасывалось, но это отдельная история. Но вы ведь прекрасно знаете, и со мной согласитесь, что за последние лет 20-25 появились публикации отдельных работ Выгодского в журналах, в сборниках, то есть, ну, и даже в отдельных книгах, лекции о педологии, возьмите те же самые, на которые я уже... Ну, это отдельная книга. Ну, да, которые не вошли, собственно, а педология подростков в двух томах, извините, которые только четыре главы были напечатаны в собрании сочинения, а их всего 19, извините меня. Так вот, если собрать вот то, что появилось за последние 25 лет, просто собрать свой архив, то объемом получится, ну, примерно, как шесть томов опубликованных уже. То есть, на самом деле, наследие Выгодского, из которого нужно и восстанавливать теорию в целом, совсем не ограничивается шестью томами. Ну, там же еще, смотрите, там же еще психология искусства, потом... Педагогическая психология, да? Педагогическая психология. Потом, как Вы справедливо заметили, совместная книжка с Лурией, так что уже, как бы, набирается еще. Ну, честно говоря, я к педагогической психологии не стал бы относить к культурно-истрической теории, потому что это была работа, сделанная в Гомеле, когда Гогоцкий еще был учителем и руководителем лаборатории психологической. И вообще это был учебник. Ну, понятно, понятно. Учебник. И там, конечно, там есть главы в этой книге восприятия его развития, памяти его развития. Но на ближайшее развитие там тоже есть. Ну, как... Я тут не согласен, но это мы потом с вами обсудим. Дело не в этом, дело в том, что тогда он четко следовал тому, чему следовали все. Ну, да, 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 есть такое. Рефлексология под Павловский. Он был очень увлечен, как и многие, создание так называемой объективной психологии материалистической на принципах Павлова. И его выступление, между прочим, то самое легендарное выступление на Конгрессе в Москве в 24-м году, когда по легенде его Лурия услышал, увидел, был поражен и потрясен и немедленно его пригласил на работу. Это, конечно, легенда, но не важно. Оно и так и называлось методы рефлексологического и психологического исследования. Вот. Так что здесь я бы так, в общем, немножечко бы поостерегся. Хотя, в общем, спорить так не буду. Но это отдельные такие моменты в его биографии, которые, конечно, легендами обросли и всякими... Как обычно это бывает, но мы-то знаем, что это легенда. Так что об этом студентам никто не рассказывает. Ну, здесь много всяких нюансов. Да. Ну, вот. Ну, вот. Давайте тогда, может, к теме вернемся. Да, давайте. Сразу первый вопрос. Да? Если есть теория, то у нее есть предмет. В любой теории есть некий предмет. То есть, грубо говоря, про что эта теория. И опять же, если мы спросим 25 человек, ведущих в Игорьскеансе, скажите, а что является предметом культурной исторической теории, мы получим 20-25 разных ответов. Кто во что гараж. Ну вот. А если мы у Выгодского спросим, ну вот, в его текстах, то найдем там ответ. он прямо так и пишет в предисловии к книге Леонтьева о памяти. А предисловие они вместе писали с Леонтьевым. Он так и пишет, что развитие высших психологических или психических функций человека есть и есть предмет, собственно говоря, культурно-исторической теории. А лучше, чем Выгодский, наверное, вряд ли кто-то понимал. Вот. Поэтому давайте мы из этого и будем исходить. Ну, вы знаете, вот смущает ваше это все время двойное название психических и психологических. Ну, это я специально делаю, Николай, это я делаю специально, потому что Выгодский в рукописях и в своих публикациях прижизненных некоторых и оставшихся использует термин высшие психологические функции. Да. А Вы как бы А в шесть... А когда издавали шеститомник, когда издавали... А это очень легко проверить. Вы можете в интернете взять такую книгу, она лежит. Педология подростка в двух частях. Первая часть 1929 и вторая часть 1931. Ее кто-то, какой-то добрый человек выложил в интернет. Она была опубликована в Ленинграде на правах рукописи, но тем не менее там 19 глав. Неслава, да? Мы, между прочим, занимаемся переводом этой книги сейчас, но не важно. Так вот, там везде, везде у Выгодского этот термин высшие психологические функции. Конечно, для современного уха это звучит несколько коряво. психологические это что, функции психологии, что ли? Для нас более привычно высшие психические функции, но этот термин появился именно в шеститомнике. Я не знаю, почему редакторы шеститомника, особенно, если мы возьмем и откроем третий том, ну вот, история развития высших психических функций, там везде используется термин высших психических функций, хотя у Выгодского в оригинале было психологические функции. Поэтому я как бы ерничая, говорю высших психологических, ну, они же психические функции. Да, они же высшая форма поведения, но... Нет, 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 высшая форма поведения это это не совсем то же самое, что высшие психические функции. Если мы откроем третью, кажется, главу истории развития, ну, мы увидим, что Выгодский говорит, что мы пока не можем точно дать определение, что такое высшие психические, хорошо буду использовать психические функции, но мы берем три основных понятия для нашего исследования. Смотрите, перечисляю высшие психические функции, первое, второе, развитие культурных форм поведения и третье понятие овладение, то есть овладение существует, он их разводит. Конечно, конечно, наш приятель, наш друг, к сожалению, покинувший этот мир, Борис Гурьевич Мещерюков, громадную работу провел и сказал, что иногда он это использует как синонимы, иногда он это не использует как синонимы, но если разобраться более детально с теми вот публикациями, последними, о которых я говорил, там оказывается, что в процессе генезиса в определенный момент высшие психические функции существуют как внешняя форма поведения, но потом они становятся внутренними именно высшими психическими функциями, а культурные формы поведения продолжают развиваться уже по своей линии. Понятно, но вот знаете, я бы добавил один сюжет здесь, что когда Выгодский говорил о психологических функциях, то он имел в виду еще психофизическую проблему, и в этом смысле он говорил, что это как бы единство физиологического и психического, ну вот в этом смысле мне кажется термин психологический. Да, это совершенно верно, но что бы я здесь добавил, ведь Выгодский же был нормальный человек, он же прекрасно понимал, что нельзя все развитие сводить только к социальной среде, что ребенок все-таки это организм, растущий организм, мозг, физиология и так далее, то есть когда говорят, что Выгодский отрицал физиологическую основу, что человек на 100% существо социальное, ну и так далее, все эти идеи, которые я потом Ивана Тосеевича и Ленков развивал, и так далее, я с удивлением в работах Выгодского обнаружил нечто противоположное, он не говорил, что мы не можем отрицать, он говорил о том, что ребенок рождается как организм, да, но он сразу рождается в человеческую культурную среду, с первых он в культурной среде, то есть его организм продолжает развиваться под влиянием именно культурной среды, а с другой стороны, с другой стороны, он говорит, что ребенок это организм, и по мере развития физиологических способностей организма, ребенок оказывается способным усваивать или овладевать в более, все более сложных видах культурной деятельности, то есть органические предпосылки, физиологические предпосылки должны быть обязательно учтены, и кстати сказать, это нашло отражение в одном из законов, о котором почему-то никто не говорит, а ведь он четко сформулирован Новогодского, да, он говорит, что развитие это есть процесс перехода ребенка от натуральных, натуральных непосредственных психических функций, то есть тех самых, которые не столько психические, сколько физиологические, потому что они на физической основе, к опосредованным искусственным, даже вообще просто высшим психическим функциям, вот в этом законе как бы обозначена начальная точка и конечная точка, от чего к чему, а безначальной точки никакого движения нету, поэтому здесь, когда я слышу обвинение, что Выгодский игнорировал именно физиологические особенности, особенности органического созревания детей, здесь, конечно, могу позволить себе процитировать закон. Ой, пожалуйста, с удовольствием. Созревается закон перехода. Он звучит так, ну, закон развития и построения высших психических функций, это, поскольку это том четвертый, значит, слово психических мы понимаем, как оно, функции, можно назвать законом перехода от непосредственных природных естественных форм и способов поведения к опосредованным искусственным, искусственным, возникшим в процессе культурного развития техническим функциям. вот, вот, совершенно точно начальная точка обозначена и конечная точка обозначена. Да, вот, вообще меня, например, восхищает вот это вот, как это сказать, видение вот этих схем выгодских, схем движения, это вот просто фантастическое видение, и, конечно, это бывает трудно, даже удержать это все в сознании человека. Ой, как я с вами согласен. Но, видите, с другой стороны, если ученый с полной ответственностью говорит, что предметом этой теории являются не сами эти высшие психические, психологические функции, а именно процесс их развития и поиск общих закономерностей процесса развития, то он волей-неволей должен начать мыслить именно процессуально. То есть все формулировки делать не в виде каких-то констатаций, а в виде каких-то динамических моделей, то есть движение от или переход от к Ну, конечно, конечно. Переход через туда, да, или еще у него другой закон есть, который вы знаете, закон перехода функций извне вовнутрь, да, вращивание. Да, Перехода, то есть опять движение, переход, как эти функции сначала внешние, да, а потом в соответствии с законом четырех этапов, да, постепенно становятся, то есть вы видите, мы с вами выходим на такую систематику законов, что ли, да, когда... Прежде чем выходить на систематику, я хотел бы задать вам вопрос, как вы думаете, какую роль вообще по Выгодскому играют вот эти законы, которые мы потом можем в принципе называть, вот какую роль они вообще выполняют, какую функцию, только обобщение, мне кажется, что... Нет, 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 ну вот давайте, чтобы совсем не было скучно аудитории, просто такое простое сравнение это люди, да, вот возьмем, давайте возьмем с вами какую-нибудь другую науку, почему мы с вами все о психологии, да, о психологии, мы возьмем там биологию, например, вот, и все прекрасно знают, что наука, биология, как, впрочем, и другие науки, до определенного этапа своего развития находилась на уровне Линнея, Линней, Карл Линней, гениальный, великий шведский ботаник, разработал систему, да, и расписал виды, роды, семейства и так далее, вот, и всех это вдохновило и воодушевило, вот, наконец-то создана такая полная всеобъемлющая теория существования всего, включающая в себя и растения, и животных, и так далее, и так далее, но это же была не более чем классификация по внешним признакам, между прочим, то есть типично описательная модель, мы берем животное, находим внешние признаки, и по этим внешним признакам относим его в группе, к семейству, к еду и так далее, все замечательно, но ведь биология на этом не остановилась, потом в биологии появился Дарвин, и он внес с идеей развития, то есть создал новую биологию, эволюционную биологию, в которой он показал, что это разнообразие возникло в результате работы законов эволюции. Изменчивость. Там не только закон изменчивости, но в принципе можно назвать законом эволюции. Если мы любого биолога спросим, а скажите, пожалуйста, а какие у Дарвина три основных механизма эволюции? Вам любой биолог, который занимается теорией эволюции, скажет, что-то, ну и вопросик, арогенез, идиоадаптация, и деградация, вот это три главных. Собственно, со времен Дарвина ничего и не изменилось. А если мы спросим, например, у кого-нибудь, кто работает в Рушле-Вугодского, а вы о вращивании слышали? Ну да, что-то слышал. А какие три типа о вращивания по Вугодскому? Ну, с отец-то из теории Вугодского. Все, на этом разговор закончится, правда же? Потому что об этом надо просто знать. Я к чему веду? Я веду к тому, что значение законов, открытых в Иготском психологии, можно сравнить со значением законов эволюции, которые в биологии открыл Дарвин. Как Дарвин принес идею развития видов и понимания различий между видами на основе эволюционных процессов, на основе процессов эволюции и в ходе процессов эволюции. Точно то же самое сделал Вугодский, который принес идею развития, но только не в биологии, а в психологии, и показал, что высшие психические функции человека, а это и есть то, что отличает их от животных, тоже развиваются и есть объективные законы развития. И поэтому психология становится наукой о развитии. Идея развития начинает звучать. И значение заключается в том, что эти законы развития высших психических функций, они относятся к любой высшей психической функции. То есть культурная память, ну или логическая развивается по точно таким же законам, что и произвольное внимание. Если для традиционной психологии память это память, а внимание это внимание, это разные вещи, Тубыгодский показал, что любая высшая психическая функция в своем развитии подчиняется, любая, я подчеркиваю, подчиняется одним и тем же законам. Конечно, специфика развития у каждой функции своя, но законы, поэтому он назвал это общим генетическим законом, общим в смысле того, что он общий для всех функций. И между прочим, как 500 лет назад по этим законам развивались, как 300 лет назад, как сейчас у каждого ребенка эти самые высшие психические функции, как то логическая память, абстрактное мышление, творческое воображение, произвольное внимание развиваются по этим же самым законам. И я надеюсь, что пока культура человеческая сохранится, в следующих поколениях все высшие психические функции у детей будут развиваться по этим же законам. понимаете, вот в этом огромный фундаментальный вклад Выгодского в психологию вообще, который я бы, ну вот, я надеюсь, я вас убедил, но если нет, извините, у меня нет других. Нет, смотрите, ну тут есть два таких момента, но первое, можно ли сказать, что законы являются инструментами анализа, феноменов детства, например? Инструментами анализа являются понятия на мой взгляд. Понятия, да. Понятия, понятия. Понятия, понятия. Ну, понятия, как категоризация, а вот законы показывают переходы. Правильно, правильно, но законы сами по себе не работают, они работают, они начинают работать как средства, при помощи которых мы не только описываем явления, а объясняем, понимаем, то есть понимаем, только во взаимодействии с понятиями. Например, вот есть закон, основной генетической, что каждая функция появляется дважды, ну я не буду, все знают наизусть, но без понятия социальной ситуации развития ты никак не проанализируешь свои данные экспериментальные, да, ты должен этот общий закон увидеть в своем экспериментальном материале, увидеть как возникают эти самые социальные ситуации развития, которые, собственно говоря, и делают, то есть запускают этот закон, если ребенок не создает социальную ситуацию развития, или она для него, если не создается, то этот общий закон переход из социального, индивидуального области не заработает, да, Богоцкий же говорит, что социальная среда это источник развития, но простите меня, источник начинает работать как источник, когда кто-то к нему приходит и начинает из него пить, да, если никто не подходит, можно, конечно, сказать, что река это источник воды для всех, но это просто общие слова, да, это метафора, правильно, но здесь метафора не метафора, ведь понятие источника развития это, между прочим, гегелевская категория, это диалектическая категория, это не просто так вот источник, здесь именно Богоцкий даже подчеркивает, он даже говорит, что это тот источник, из которого ребенок черпает, слово черпает использует, ну, как будто он с таким черпаком приходит, то есть для него было важно показать, что пока ребенок к этому источнику не прикоснулся, это никакой не источник, а это уже понятие социальной ситуации развития. А парадокс развития? Вот парадокс развития, там же тоже получается, что начальная форма и высшая форма как бы взаимодействует. Это вы имеете в виду наличные и идеальные формы? Да, да. Ну, это отличная отдельная тема. Ну, мы ее потом как-нибудь обсудим, я сейчас... Да, но я удивлен, что до сих пор нет ни одной серьезной работы в историографии, которая бы по-настоящему разобралась, что-то такое по-выготскому идеальная и наличная форма. Я кое-что писал? Извините, а вот вопрос, касающийся единства, аффекта интеллекта. Он же... Ну, вы там делаете какие-то поиски, да? но это же далеко от завершения. Это же... Очень далеко, очень далеко. И само понимание процесса вот этого единства, оно по-выготскому оказывается настолько сложным. Очень сложным. И там, ну, опять же, там нужна целая система опосредующих понятий, чтобы с этим разобраться. Да, поэтому вот... Значение, значение, смысл, переживание, это вот те понятия, которые Выгодский начал выстраивать для того, чтобы разобраться в этой сложнейшей проблеме единства, аффекта интеллекта. И потом, когда мы говорим единство, аффекта интеллекта, мы должны тоже понимать правильно, а что такое единство? Одинаковость или... Это принципиальный вопрос. Или когда они вместе, или когда что? А если мы поставим вопрос по-другому, а что, если их рассмотреть как диалектическое единство? Только так и можно рассматривать в другом мнении. Ага, конечно, только так и можно. Ну так, Николай Евгеньевич, пожалуйста, очень Вас прошу, скажите мне, дайте наводку, но есть хотя бы одна статья, где бы это именно так и рассматривалось? Ну, к сожалению, к сожалению, я такой статьи не знаю. Я тоже не знаю, может быть, наши слушатели знают, будем благодарны, если дадите ссылку, вот, а поскольку такого исследования нету, то, опять же, наш разговор примет такие общеабстрактные философские темы, а мы же с вами профессионалы, и для нас важно, есть экспериментальная база, да, вот, какие-то исследования экспериментальные, будем их обсуждать. Нету, это начинаются сказки, фантазии, это уже не по нашей части, это по Министерству культуры, отдел русских народных сказок и так далее. Вот, я уже просто давно живу за границей, и меня отучили давно уже обсуждать какие-то проблемы, а тем более какое-то новое понятие, например, если за ним не стоит никакого экспериментального обоснования. то есть придумывать понятие, например, взять и придумать понятие зона негативного развития, или зона сопротивления развитию. Звучит классно, супер, а когда спрашиваюсь, слушайте, а вот это ваше новое понятие, оно на чем? это вы просто из головы придумали, или вам так показалось, что будет классно? Предъявите данные экспериментальные, ну иначе ну иначе мы просто вот давайте пойдем в лицидцию о софии и будем об этом разговаривать. Но на этом разговор заканчивается. Вот удивительное дело, ведь для любого грамотного профессионального психолога обсуждение любой проблемы, любой темы, вот как мы с вами обсуждаем, обязательно базируется на серьезном, продуманном, глубоком экспериментальном исследовании. Если такого исследования нету, то говорить просто не о чем. Ну вот просто нет, можно, конечно, поговорить, но это будет такой кухонный разговор, знаете, между собой чик. Вот я уже давно вот в этой логике живу, она, конечно, совершенно дикая и для России неприемлемая, у нас очень любят в России поговорить просто так, просто так, но вот я просто так как бы готов с вами-то тем более, Николай Евгеньевич, на любые темы просто так разговаривать. Нет, давайте мы все-таки у нас сюжет сознания. Поэтому давайте мы вернемся к нашей теме, вот этой самой высшей психической, ладно, давайте психическим назвать функцией. Вот опять следующий вопрос возникает. Выгодский же написал, что мы пока не можем дать ответ на этот вопрос, что такое высшие психические функции. оставим это для дальнейших исследований. Все. Он ни определения не дал, ни характеристик не дал, ничего. Но Александр Ломанович Лурия, Александр Ломанович Лурия в 1979 году в известной вам работе впервые после Выгодского в 79-м, то есть, грубо говоря, с 29-го по 79-й, 50 лет исследований Луриевских привели к тому, что он сформулировал высшие психические функции человека иметь три главные характеристики, ну, которых, конечно, знаете, но я на всякий случай напомню, причем все высшие психические функции независимости, память, воля, мышление, воображение. Первое, они социальны по происхождению. Второе, они знаково опосредованы, опосредованы знаками. И третье, они произвольны по способу своего функционирования. Системно можно. Ну, это уже потом можно добавить, да, но вот Лурия, я цитирую, вот три главных, ну, понятное дело, что они по отдельности не существуют, они всегда в системе. Ну, вы знаете, да, я, но я бы добавил еще, еще один, одну характеристику, я бы добавил, они еще и эмоциональны. Там связь, понимаете, если мы берем каждое психическое функция, мне кажется, имеет эмоциональный вот, эмоциональный аспект. Имеет. А вот эмоции, эмоции можно отнести к высшим психическим функциям или нет? вот это проблема. Это проблема. У Выгодского нету списка, он дает там, он дает четкий список, даже, если вы помните, да, какие именно функции он называет высшими психическими функциями. А вот эмоции, вот в том списке его нету. Ну, да, я про это и говорю. И, ну, вот его идея, одна из последних идей была, он понимал и в самой последней главе мышления и речи он так и писал, что окончательный вопрос о мышлении и речи может только быть разрешен, если мы эмоциональную сторону тоже возьмем, поскольку мышление не может быть оторвано от эмоций. И он начал писать следующую работу, если вы помните, это учение об эмоциях и началось с пенозой. Ну, это только первый шаг. Вот именно. И все, и на этом все закончилось. И мы не знаем, мы не знаем замысел этой книги, какая, как он ее видел, эту книгу. Мы какие-то отдельные дневниковые заметки знаем, потому что они опубликованы Екатерине Завершневой. Но вот этот, это был, видимо, новый мощный проект Выгодского, который остался незаконченными. И я даже публикацию одну по этому поводу сделал, так и назвал незаконченный проект Выгодского. На французском языке она, кажется, вышла. На английском, на русском, к сожалению, нет, жаль. Да, так и раз. Вот, эмоциональные, ладно. А вот моя коллега Вероника, я почему это говорю, потому что, обратите внимание, все те, кто работает с дошкольниками, детьми, они подчеркивают необходимость эмоционального проживания. Точно. Конечно. Иначе ничего не получится. Жалко, что только те, кто с детьми работают, они на это обращают внимание. А вот, ну, непонятно, это дети. А не менее, на мой взгляд, не менее важно вообще, говоря о развитии в любом возрасте, говорить об эмоциональной компоненте, проживании, эмоциональное проживание. Мы же тоже свою жизнь эмоционально проживаем. Правда же? Взрослые люди. Так вот. То есть, для дошкольников это важно, но это и вообще важно в жизни человека, это эмоциональная сторона. Здесь, конечно, вот, на мой взгляд, что может помочь этой, это если мы разберемся, по-серьезному разберемся с переживанием. С переживанием, да. Ведь Выгодский, смотрите, он же сделал гениальный совершенно ход. Он ввел это понятие переживания по отношению к ребенку. он, кстати, переживание ребенка. Не говорил о переживании взрослых. И то, что меня потрясло, и я почему-то был так рад, что вот это важно, и даже пытался на конгрессе искор 20 лет назад сделал выступление про переживание, подготовил, но на мою секцию никто не пришел. Потому что, ну, что за, ну, что такое переживание, тем более по-английски переживание какое-то. В общем, короче говоря, моя секция оказалась незамеченной. Но тогда, через 4 года, я на следующий конгресс приехал, по-моему, это уже был в Сан-Диего, и опять уже собрал еще одну секцию, опять тема переживаний, культурное развитие, основной закон. Ну, вот 3 человека пришло. Я подумал, что ж так никого не интересует. Это же одно из центральных понятий Юго-Годского, но почему-то вот не наши, а там была большая делегация и наших ученых, как вы знаете, на Искору очень много российских ученых приезжает. Вот. Но все равно я продолжал за тему долбить, начал об этом писать, и о чудо случилось, да? Вот. Уже начиная с конгресса... Не прошло и 20 лет, да? Не прошло и 20 лет, начиная с конгресса в Амстердаме, а потом конгресс был... Ну, последние два особенно, это вот три даже последних, когда в Риме уже было несколько секций про переживания, значит, потом был конгресс в Сиднии, там уже была даже и ключевая лекция про переживания, которую Фернандо Гонзалес прочитал. И вот сейчас на последнем онлайн-конгрессе, который был в Бразилии, там уж про переживания кто только не говорил. Там было несколько секций, но почему-то ни на одну из них меня не пригласили, даже в качестве дискутанта. Но это неважно. Главное, что наконец-то вот эта тема стала обсуждаться. Процесс пошел, да? А в чем суть-то? Опять, давайте... Это будет ужасно интересно, я думаю, для всех. Смотрите, Выгодский говорит, что переживания можно сравнить метафорически с некой призмой, через которую преломляется все, что с ребенком происходит. В сознании ребенка преломляется это. И он это видит, то, что с ним происходит, воспринимает, интерпретирует, понимает, осознает своим особым, своим особым специфическим образом. Потому что он не как Павловская собака на рефлексе, какой главный принцип физиологии, психологии? Принцип отражения, который раньше называли... я понимаю, что Вы как бы сейчас заменяете принцип отражения принципом преломления. Я не заменяю, я говорю о том, что принцип отражения работает очень хорошо в физиологии и для натуральных, элементарных, простых функций. А принцип преломления начинается там, где начинается именно психология человека. То, что отличает... Вот, я поддерживаю эту мысль, потому что принцип отражения, он работает в неживой природе уже. Вот, вот, вот. И посмотрите, как интересно получается. И только благодаря этому новому пониманию мы понимаем, почему, когда в одной и той же ситуации, когда мы одно и то же говорим трём разным детям, они по-разному на это реагируют. Да это понятно, по-другому и быть не может, потому что у них они по-своему, каждый по-своему, благодаря своим особенностям психологическим, как бы интерпретируют, преломляют наши слова, наши действия и ту ситуацию, в которой они находятся. То есть, получается, что это не я противопоставляю, это потому что Выгодский вместе с понятием переживания не просто ввёл как понятие переживания, ну, дети переживают, мало ли кто переживает. Помните, как переживают, что съели кука? Ну, знаменитая песня Выгодского, когда аборигены съели кука. Я, кстати, должен заступиться, потому что там про Австралию, помните, как берега Австралии подплывал по поводу кука. Я должен заступиться, поскольку я в Австралии живу. На самом деле австралийские дикари никакого отношения не имели. Кука, конечно, съели, но съели на Гавайях, а совсем не в Астралии. Поэтому, пожалуйста, не думайте плохо про наших аборигенов. Я вас очень прошу. Ну вот, так вот, не просто так, когда что-то переживает, а Выгодский в этом ухватил, говорят, гений. Вот гений, он ухватил в этом новый принцип, новый фундаментальный принцип, на который можно психологию устроить. Знаете? Преломление. Знаете, тут интересный сюжет возникает с Рубинштейном, Сергеем Леонидовичем. Правильно, я так и знал, что мы... Конечно. Внешние факторы через внутренние условия. Да, да, да. Но дело в том, что вот это абсолютно абстрактный сюжет. А вот когда мы говорим о переживании, это уже экспериментальный сюжет. Абсолютно точно. Вот, и мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Вся гениальность Выгодского заключалась в том, что он всегда в проблеме, помните, он говорил, надо постулат сделать проблемой, да, что он в проблеме находил те возможности, которые позволяют не просто об этом разговаривать, писать умные книги, а это экспериментально исследовать. И не просто исследовать, а исследовать именно в процессе развития. То есть находить процессуальные стороны, динамику видеть, динамику видеть. И в этом просто, вот, я считаю, что это очень важно, в этом, собственно, вклад Выгодского вообще в мировую психологию, когда принцип отражения, который, он хоть и ленинский, но на самом деле, как вы знаете, от Декарта еще идет, собственно говоря, мы могли бы назвать его декартовским принципом отражения на метафоре зеркала, хотя, конечно, что отражение, оно активное отражение, ну и так далее, вся эта. Но это понятно. Выгодский говорил, нет, ребята, преломление, преломление, которое как раз позволяет увидеть в единстве и факторы среды и особенности самого ребенка. Да. Потому что и вот тогда и тогда заканчивается этот самый проклятый дуализм психологии, когда внешнее и внутреннее и так далее, он этим как бы разрешает проблему дуализма и кроме этого он этим же разрешает проблему социального детерминизма. Ведь порой Выгодского в чем обвиняют? Что он все сводил к социальному конструктивизму, да, конструктивизму, что это он такой все, все, мол создайте для ребенка условия социальной и все будет нормально. Нет, Выгодский говорит, а ребенок то, а ребенок то, человека забыли, да, помните, как у Чехова что надо ребенка в центр поставить. Нужно попробовать понять, а как, вот если я педагог, учитель, родитель, да, я должен постоянно помнить, что все, что я говорю, все, что я делаю, оно особым образом преломляется у моего ребенка. Совсем не так, как мне кажется, потому что то, что я говорю, и у меня тоже преломляется, но мы-то разные люди, поэтому мне нужно продумывать такие средства взаимодействия с ребенком, чтобы мы оказались с ним в одном пространстве, правда? Ну, например, игровой мир, что мы сейчас с вами, есть люди, вот тогда уже можно с ребенком взаимодействовать, тогда уже можно с ребенком строить эту самую социальную ситуацию развития, вот тогда уже с участием ребенка, с планом с его стороны мы создаем уникальную социальную ситуацию развития. Тогда уже никакого социального детерминизма нету, потому что переживание ребенка, его отношение к происходящему является не меньшим фактором развития, чем факторы социальной среды, а порой даже большим фактором. Понимаете, получается, что переживание – это есть граница между внешним и внутренним? Да, в каком-то смысле, конечно, граница, а с другой стороны, переживание – это то, что стирает, там, где стирается граница между внешним и внутренним. С другой стороны, переживание – это всегда переживание чего-то, что вне меня. Это невозможно разорвать, потому что я же не могу переживать просто так, без всякого повода. Вот, и он об этом говорит, он настаивает, что, он говорит, вот где начинается, собственно говоря, диалектика, когда мы не манизм пытаемся найти, чтобы опровергнуть дуализм. Как многие, вот, манизм, манизм, манизм. Богородский говорит, да, ребята, мы должны посмотреть с точки зрения диалектики, потому что лучший ответ на дуализм – это не манизм. Никогда. Дуализм – это когда два. Манизм – это когда одно. Нет, лучший ответ – это диалектика. Когда и два, и одно одновременно. Потому что это есть единство, единство и борьба противоположностей. Диалектическое единство. Когда эти противоположности, которые для любого нормального человека – противоположности, внешние и внутренние. С точки зрения диалектической, они не просто противоположностей. Они находятся в диалектическом единстве. И вот как раз через понятие переживания. Мы понимаем, что такое единство. Да. Вот видите, мы все время вокруг этих тем крутимся, но это очень важный момент. И понятно, что когда я говорю об этом, я не просто болтаю. Мы провели исследование с моей коллегой Нейлой Маккензи. Оно опубликовано. Мы показывали, что если педагог находит способы, спросить, ну, как бы, находит способы, позволяющие детям открыть свои переживания происходящего ему, то тогда педагог получает огромную возможность посмотреть на то, что происходит глазами ребенка и выстроить свою педагогическую стратегию или тактику, или практику на этой основе. Не на основе того, что ему кажется правильным и нужен для этого ребенка. Мы делали очень просто. Мы, например, попросили детей нарисовать. Вот была экскурсия детского сада на автобусе в церковь местную. Ну, такая обычная экскурсия. И это такая социальная ситуация, да, событие некое. По-выгодски пишут, что переживание – это есть внутреннее отношение ребенка к какому-то событию. Вот мы взяли и попросили детей нарисовать, просто нарисовать эту историю. И обнаружили, что они совершенно по-разному ее увидели. Например, одна девочка нарисовала церковь. Вот церковь, церковь, кресты там встречают, нормальные. А мальчик, например, один взял и, знаете, что нарисовал? Он автобус нарисовал. То есть для него во всей этой истории, в этой поездке, центральным моментом, то, что преломилось и осталось у него в сознании, был автобус. А вот церковь никак не преломилась. Она так отразилась, раз, и улетела куда-то. И вот таким способом, оказывается, мы получаем уникальную возможность посмотреть на то, что происходит с нашими детьми глазами этих же самых детей. Вы знаете, вот вы сейчас говорите очень интересную вещь. Мы проводили такой эксперимент, как дети понимают, что такое радуга. Это вот Александр Николаевич проводил. Вот на чем основной стержень эксперимента был. Предлагали детям просто, все видели радугу, нарисовать радугу. Да? А потом предлагали поиграть в радугу. Понимаете? Вот оказалось, что когда дети стали играть в радугу, у них принципиально поменялись рисунки радуга. Там появилось нечто такое, чего не было в этих предыдущих рисунках. Понимаете? Это было связано с пониманием того, что радуга – это есть преломление света в определенной линзе дождя. И вот когда дети стали играть в это, вот их понимание изменилось за счет переживания, понимаете? Да. Потому что они же играли в радугу, а когда они играют в любую игру, мы же с вами знаем, что игра – это есть мнимая, воображаемая ситуация. Вот такая ситуация, в которой может все что угодно произойти. А значит, воображение включается. А раз воображение включается, значит, воображение без эмоций не бывает. Значит, эмоциональные компоненты включаются. А раз эмоциональное воображение, значит, обязательно элементы мышления, памяти, восприятия начинают работать по-другому. То есть возникает новая комбинация, если говорить профессионально, возникает новая комбинация, конфигурация психических процессов, которая позволяет совершенно по-другому это переживать. А раз признак становится другой, то, значит, и рисунок становится другой. Здесь механика очень простая. Но в отличие от вашего эксперимента… Я, кстати, не знал… Потом пришлите мне, пожалуйста, потому что это интересное исследование. А я очень люблю говорить предметно, когда есть работа. Хорошо. А у нас-то была другая ситуация. У нас же была просто обычная… Ну, не обычная, а, ну, как бы, такая ситуация, в которой ничего такого чудесного не было. Ну, автобус, ну, поехали. Они довольно часто ездили на экскурсии. Что тут какие-то проблемы? То есть она была такая в этом смысле какая-то такая житейская, и в нее не играли потом они в эту поездку, а просто вот они съездили в церковь. Ну, если мы их попросили не то, чтобы нарисовать, а как бы рассказать эту историю в рисунке. Они же маленькие были, еще писать не умели, и мы говорили, а ты нам рисунок нарисуй, эту историю. И вот у ребенка дети рисовали, и получались такие интересные вещи. И мы можем в этих рисунках увидеть, как работает это переживание, как эта призма, как она сработала у каждого ребенка. И, значит, мы можем об особенностях этого ребенка более профессионально судить, как педагоги. А профессиональный педагог всегда строит взаимодействие ребенка на основе понимания особенностей этого ребенка. Правда же? И тогда мы сможем это сделать не только на словах. Говорить, что мы всегда взаимодействуем с детьми, учитывая возрастные, индивидуальные, психологические. Мы это можем делать, начать делать конкретно. Но не только это. Ведь я не случайно вспомнил три главных характеристики и высших психических функций. Кстати, вот в учебнике Вероники Нурковой и, я не знаю, как имя Березанской, они семь характеристик и высших психических функций дали. Три, которые дал Лурия, и еще на себя добавили четыре. Так что список пополняется постепенно. Ну, понятно. Ну, что, с 79-го года все-таки. И потом Вероника Валерьевна ведь работает целенаправленно с одной из высших психических функций, то есть с автобиографической памятью. И у нее экспериментальных исследований очень много. То есть, когда Вероника пишет, она делает выводы строго на эксперименте. И поэтому, конечно, ее работы широко известны на Западе, печатаются. И она очень уважаемый человек. Я не знаю, в какой степени она уважаема и в МГУ, но, во всяком случае, я неоднократно видел, как ведущие специалисты в области исследований памяти с пиететом говорили о профессорах Нуркова. Вот так. Ну вот, я не зря же на эту тему заговорил. Ведь если педагог хотя бы базовое понимание имеет о развитии ребенка, то педагог, например, может говорить, ага, знаково-опосредованная, высшая психическая функция, знаково-опосредованная. И может себе вопрос задать. А какие культурные знаки, какие культурные средства я в своей работе педагогической использую для того, чтобы дети могли эти средства развития начать использовать в играх, например. А потом по закону вращивания эти внешние средства станут внутренними средствами. И таким образом будет происходить развитие высших психических функций. То есть взять педагогу и проанализировать весь свой инвентарь. Ну, здесь, знаете, надо бы для начала сказать, что такое средство. Ну да. В городском. Ну да. Ну, я как бы не хочу в детали вдаваться, я как бы вот даю, ну что ли, вот идею. Ну, понятно, да. Но я хочу, знаете, обратить ваше внимание на два момента. Первый момент – это средство нужно отделять от орудий труда. Конечно. Безусловно. Лопата – это тоже в каком-то смысле средство. Но она… Нет, ну здесь имеется в виду психологическое средство, конечно. Да. А вот психологическое средство, оно обладает двумя типами свойств. По-выготскому. Первое – это то, что оно материально. Оно имеет вот эту оболочку. А второе – то, что оно идеально. То есть, в нем есть вот эта скрытая смысловая сторона или как бы значение, да. И тогда получается, что если мы возьмем знак, как универсальное средство, но там знаки могут быть разные, то знак обладает вот этой материальной оболочкой и идеальным значением. Вот, собственно говоря, и по-выготскому получается, если мы говорим о развитии ваших психических функций, что в ситуации общения взрослого и ребенка взрослый, как он говорит, вдвигает знак. Вдвигает, да. Вдвигает. Предлагает, включает. И, между прочим, извините, я перебью, и эта вот идея о том, что взрослый вдвигает знак в определенный момент, она не просто так у выготского в голове была, а она экспериментально была проверена. Ну, его знаменитые эксперименты, когда взрослый предлагает ребенку игру с карточками, да, с предметами, в игру в ассоциации, кто победит. И все время взрослый выигрывает, и ребенок начинает возмущаться, почему я все время проигрываю. А взрослый говорит, а у меня секрет есть один, я буду научить, я тоже буду все время выигрывать. И вот начинает встраивать способ, как делать свои ходы в этой игре безошибочно. То есть, такие вспомогательные средства дает ребенку. Ребенок их ухватывает, ну, с определенного возраста, конечно. Прикутский пишет, что штрехлетки не могут пользоваться, а вот уже там шесть лет уже могут. Они быстро эту идею схватывают, они сначала в материальном плане эти, ну, да и нет, не говорите, да, знаменитые эксперименты? Ну, да, да, да. На памяти. А потом они говорят, а я уже без них могу. То есть, что получается? Получается, что ребенок уже может внутри себя эту же самую внешнюю операцию проводить, ему уже не нужны наглядные, и начинает в этой игре выигрывать. Вот если бы таких игр, вот, придумать бы побольше, двадцать, двадцать, двадцать пять на каждый возрастной период, и просто в эти игр с детьми играть, когда все это в игровой ситуации, и когда ребенок обладает одной системой знаков, другой системой знаков, третьей системой знаков. Одна направлена на формирование у него культурной памяти, через культурное запоминание. Другая на формирование, на развитие мышления, да. Третья на, не на тренировку внимания, а именно на развитие, на то, чтобы внимание из непроизвольного стало бы произвольным, то есть опиралось на утренние знаки. Если бы это прописать, и такие игры придумать, и в них играть, мы бы просто увидели этот процесс развития как перехода от непосредственных натуральных этих вот нишек к опосредованным, искусственно созданным, да. Вот мы бы увидели этот переход, мы бы увидели, что этот закон работает. Но много ли таких игр? И есть ли такое исследование, такая программа, да, вот построенная именно вот на этих играх? Ну вот нет уже? Нету. И поэтому воспитателю, конечно, приходится там самому что-то придумывать. Вместо того, чтобы компенсировать недостаток, ну, есть дети, у которых действительно очень слабо развита память, ну, вот натуральная, природная память, да. Такие дети есть. Вместо того, чтобы думать о том, как от этого вида памяти перейти к культурно опосредованной виду памяти, то есть той памяти, которая, ну, культурная, которая опирается на внутренние средства запоминаний, что они начинают делать? Они начинают тренировать, тренировать вот эту самую натуральную память, да. Ну, понятно. Думая, что после наречительных тренировок она, как мышцы у этого атлета, станет больше. Но это невозможно. Она, конечно, немножко улучшится, но это улучшение будет все равно на уровне натуральном. Да, понятно. И процесса развития не будет, потому что процесс развития – это переход от натуральных к культурных. Да, ну вот смотрите. Мы как раз разработали такую программу, которая там на английском идет в разных странах. Киту Ленин, слышали вы? Угу, да. Она как раз построена целиком на употреблении средств. То есть, детишки осваивают культурные средства. Какие это? Диаграммы, схемы, таблицы. Там довольно много всяких. Там их порядка 12 или… Вот. И получается, что поразительный эффект развития это дает. Причем, начиная с двух дней. И не может не давать, потому что именно так и по закону развития, именно так развитие и происходит. И если мы строим наше взаимодействие с ребенком на основе этого закона, то есть используем этот закон для того, чтобы обеспечить развитие ребенка, так оно и обеспечивается. Понятное дело, от другого ничего невозможно было ожидать. Но эта же программа пока единственная. Ну, да. Ну, вот. Ну, да, мы ее там сделали. Вот видите, у нас какие-то отдельные выходы в практику есть, но мы очень ограничены, потому что, как я уже сказал, эти отдельные выходы в практику больше всего базируются на наших собственных представлениях в Уготском, да, нежели на целостной теории, потому что она нигде не представлена. У нас у каждого свое представление. Мы какие-то отдельные моменты из Уготского берем или идею знака, или идею, там, формирования понятий, или, ой, смотри, может быть, помянута зона ближайшего развития или средства и так далее. И даже если мы их берем по отдельности, они все равно работают. Вот, Николай Николаевич, у Уготского есть закон зоны ближайшего развития, да? Ну, по крайней мере. Закон не закон, но понятия... Нет, нет, он называет его законом. Законом зоны ближайшего развития. Да. Но, как бы, там проблема в чем, что развитие идет от натурального к высшему, от высшего к натуральному, в общем, противоположными путями. Двух, слова, если говорить. Так вот, средство, оно является высшим или оно является, ну, как бы это правильно сказать, или оно является лежащим в зоне ближайшего развития. То есть, оно, как бы, высшее, но самое низшее из самого высшего. Я бы так сказал, что оно, да, самое низшее из самого высшего, но здесь, здесь по-другому, наверное, нужно вписать. Ведь давайте к Уготскому вернемся. к этой знаменитой книге Слурии, да, «Обезьянный примитив ребенок». Очерки по истории развития поведения. Там же он очень интересно ставит вопрос. Он говорит, смотрите, вот, прежде чем говорить о высших психических функциях, надо разобраться, а что такое культурная форма поведения? Вот что это такое, культурная форма поведения? Он говорит, что у культурной формы поведения есть три главных структурных компонента. Он прямо-прямо структуры говорит. Первое – это задача. Ну, понятно, что наше поведение культурное, оно всегда решает какую-то задачу. Ну, во всяком случае, у ребенка тоже. Это первое. Второе – это средство. То есть должно быть какое-то культурное средство, при помощи которого мы эту задачу решаем. И без которого мы ее никак решить не можем. Ну, поскольку мы живем в культуре. Например, если задача есть там, если задача такая простая, банальная, ну, что-нибудь взять из тарелки за обедом, то средством для этого в русской культуре, ложка в китайской культуре, палочки в японской, еще в какой-то культуре, еще что-то. Короче говоря, какое-то культурное средство. И, в-третьих, операции. То есть, в русской названии это операциями, то есть действия с этим средством для решения этой задачи, которые усложняют, с одной стороны, усложняют решение задачи, потому что гораздо удобнее взять просто с миски, из тарелки выпить. Гораздо сложнее брать ложку и начинать ей... Ну, конечно. Но, с другой стороны, благодаря овладению этим средством и начинается процесс развития. И вот в зоне ближайшего развития, как один из шагов в зоне ближайшего развития, с моей точки зрения, там два, я даже об этом писал, это скрытое измерение зоны ближайшего развития. Там первая, зона ближайшего развития невозможна, если у ребенка нет какого-то внутреннего противоречия, когда задача превышает его имеющиеся возможности. То есть, которые он не может решить теми средствами, которые у него имеются, но которые очень хочется решить, которые он принимает как свою задачу необходимую. Это первое. И второе, и второе, когда... Извините, я закончу. Я закончу просто, да. А второе, это когда он может решить ту задачу, которую он не может решить самостоятельно. Он может ее решить в сотрудничестве с детьми и под руководством взрослым, но при этом, естественно, используя те средства, которые и существуют для решения этой новой задачи. Но средства дает взрослый. Конечно. Конечно. Но тут вот как раз видите, вы говорите, что эмоциональный момент фактически присутствует обязательно в этой... Абсолютно. Абсолютно. В зоне ближайшего развития. Конечно. Конечно. Потому что принятие задачи, ну, то есть, как бы вот не задачи, которые я ему даю, оно-ка давай вот это сделаем. Это не то. А вот именно принятие его как свои задачи. А Выгодский, помните, пишет, что этапы есть внешняя задача внешними средствами, которые потом становятся внутренней задачей, которую ребенок решает внутренними средствами. Внутренними средствами, да. Да. Вот. И вот это вот, эти этапы очень четко прослеживаются. Сначала внешняя задача внешними средствами, потом внешняя задача внутренними средствами, потом внутренняя задача внешними средствами, и, наконец, внутренняя задача внутренними средствами. Вот такая вот четырехтактная и здесь конечно без конечно без эмоциональной включенности без вот этой вот эмоциональной стороны просто ничего не работает даю взрослых они работают а вот николай николаевич если продолжать этот сюжет про развитие то скажите вот как бы вы развели такие понятия созревание развитие и образовательный процесс созревание это больше все-таки относится к области физиологической да потому что хотя бы годский пишет о созревании он пишет да и но я продолжаю что главным образом это относится к физиологии но иногда выгодский использует термин созревания когда он говорит о развитии высших физических функций то есть не парень физиологического он говорит о том что если мы серьезно рассматриваем зону ближайшего развития не так глупо и банально как зона ближайшего развития это расстояние между тем чего ребенок может сам и чего он может не может сама может только в сотрудничестве это совершенно это совершенно ахинея это просто полный непонимание и невежество полный непонимание выгодский говорит что зона ближайшего развития это расстояние между двумя уровнями уровень актуального развития и уровень возможного развития раз поэтому никакого никакой зоны актуального развития быть не может в принципе и не бывает поэтому все кто нам говорят о зоне актуального развития я я уже заканчиваю разговоры все ребята вопросов нет вот а почему эти уровни важны а потому они важны что уровень потенциального развития или возможного развития выгодский указывает на те функции он пишет которые психические функции которые еще не созрели которые находятся еще в самом начале пути своего развития но которые не не закрыли не закрылись да то есть те функции которые находятся только в начале процесса созревания вот вот здесь он использует термин созревание видимо для того чтобы показать отношение этих функций к ну я не знаю может быть он еще говорит о том что они существуют пока только в социальной среде для ребенка то есть они не существует как его какие-то внутренние поэтому он иногда слово и созревание использовать но мне все-таки кажется чтобы не запутывать аудиторию может быть что когда говорим о созревании то чаще всего мы имеем ввиду созревание неких предпосылок физиологических нейропсихологических предпосылок для раз для культурного развития потому что теория выгодского это теория культурного развития высших физических функций вот там мы говорим о созревании развитие как мы уже сказали городский понимал как процесс который не определяется комбинацией внешних и внутренних факторов вот так и писал что это не марионетка который дергают за две ниточки внешне у развития есть своя развитие есть своя собственная внутренняя логика и он говорит что развитие это само движение само движение то есть о чем это о том что ребенок находится такой ситуации когда ему постоянно приходится сталкиваться с новыми вызовами с новыми задачами с новыми какими-то ситуациями когда он вынужден когда он оказывается в ситуации нужно ну что называется преодолевать то есть разрешать эти противоречия. Отсюда важность идеи переживания, потому что через переживание ребенка мы как раз можем его видеть, как у него происходит механизм. Это развитие. А образовательный процесс, я не знаю, что понимают под образовательным процессом. Вот правда. Как на английский перевести слово образование? Education. Вы сами понимаете, что education здесь совсем не то, что мы имеем в виду. Потому что у нас под образованием в мои годы, когда я еще был студентом и учителем, под образованием у нас понимали и обучение, и воспитание. Правда же? Не просто натаскивание детей. Это сейчас я слышал по слухам, что в основном натаскивают детей на ЕГЭ. Но это слухи, конечно, в которые я, конечно, не верю. Но в мои годы образование включало в себя и обучение, и воспитание. Если образование – это education, обучение на английский перевести уже проблема, потому что обучение – это вроде learning, когда кто-то учится. Но ведь обучение – это же еще и когда кто-то учит. То есть то, что по-английски называется teaching. Как вы можете learning – обучение ребенка без… И наоборот, если teaching – ну это преподавание, кому? Если никакого learning нет от вашего teaching, тогда смысл-то какой вообще? Ну вот, поэтому тут сразу возникают проблемы. Поэтому я бы как… Если мы хотим заниматься… Ну, если мы хотим оставаться в рамках нормальной психологии, ну, нашей науки, которая работает с реальностями, которые мы можем экспериментально исследовать, то образовательный процесс для нас – это такая общая интересная повестка, которую мы в экспериментальном плане никак не можем. Я бы все-таки так вот как-то определил. Понятно. Я могу работать с теми процессами, с теми явлениями, с которыми я могу работать как психолог. Если я с этим не могу работать как психолог, то тогда я могу об этом говорить, конечно, красиво и долго, но в этом никакого нет для меня смысла. Мне важно разобраться, как что-то работает, как оно устроено, как оно… Тем более мне Ивыгодский дал и теорию для этого, и метод. Кстати, мы об этом совсем почти не говорили с вами, а это очень важно. Вот. И еще куча, куча, куча всего неисследованного. Еще только-только начинаются исследования о типах выращивания в разные возрастные периоды, потому что Ивыгодский выявил третий по выращиванию, но ведь они же нормально еще не исследовались. То есть, как происходит этот переход этого внешнего средства во внутреннее, да, там по трем вариантам у Ивыгодского, это исследовано экспериментально, по трем вариантам, а вдруг их больше, а вдруг их меньше. А как? А может быть, они генетически между собой связаны, а может быть, и не связаны. Вот переживания отдельная тема, да, совершенно не исследованные, экспериментальные. Пока только в основном разговоры. То есть, в общем, Николай Игоревич, мне, в общем, есть чем заняться, на самом деле. Да, нам всем есть чем заняться. Только время. Так что я, поэтому я, как бы, образовательный процесс. Времени так много, как хотелось бы. Времени, да, времени совсем мало, но что-то делаем, чего можем. Да, что-то делаем. Ну вот смотрите, Николай Николаевич, тогда получается, что вот мы начали, как бы, с проблемы сознания, а получается, что эта проблема сознания тянет за собой очень много всяких фундаментальных, я даже не знаю, категорий, понятий. И принципов. И принципов. Например, принцип преломления, например. Да. Диалектика развития. Поэтому это, я считаю, что мы сделали только первый шаг к разговору, и к пониманию. Давайте выясним, может быть, есть какие-то вопросы. Я согласен, что даже не шаг, а чуть-чуть мы затронули тему. Ну, что называется, краешком только. Да. Вот, ну, давайте. Николай Евгеньевич, вот тут Арина мне помогла с вопросами. Она собрала то, что через YouTube задавали. И, значит, первый вопрос Галины Метлина. Совершенно с вами соглашусь. Дети современные требуют более современного подхода. При этом теория растет и меняется, но это только по отношению к детям. Вот не очень поняла. Если кто-то из вас прокомментирует, пожалуйста. Николай Евгеньевич, пожалуйста. Ну, я думаю, что здесь речь, если говорить о Выгодском, то вот Выгодский ввел, вот Николай Николаевич тут довольно интересно говорил о своих исследованиях, ввел понятие социальной ситуации развития, которая получает определенность через переживания. И вот современная проблема, вот что ребенок переживает? Ну, цифровизацию он переживает, ковид переживает, понимаете? Вот у меня даже есть как бы варианты, примеров того, как дети переживают, допустим, вот эту болезнь, которая поразила наше человечество. Ну, сейчас еще, наверное, другие формы переживания появятся у наших детишек. Но, видимо, здесь речь идет о социальной ситуации развития, как бы как она преломляется в детском сознании. И вот основной момент, мне кажется, в чем проблема современной школы, что школа выстроена на усредненного ребенка, а каждый ребенок переживает по-своему. И вот здесь ключ всех вот этих вот противоречий, и, в частности, тех явлений негативных, с которыми мы сталкиваемся в школе и уже в дошкольных учреждениях. Ну, например, буллинг. Да? Это же тоже связано с проблемой переживаний и так далее. Поэтому я бы так вот как-то ответил на этот вопрос. Ну, и тоже с проблемой идеальных форм. Эти идеальные формы – это есть те формы поведения, те формы взаимодействия, которые задаются ребенку родителями, семьей, гаджетами, фильмами. Это те идеальные формы, с которыми ребенок взаимодействует. Это закон такой развития. И в зависимости от того, какие идеальные формы ребенка окружают, он и строит свои собственные реальные формы поведения. Ну, удивляться-то, если идеальные формы показывают не гармоничные социальные отношения, а разрушенные социальные отношения. Когда источник развития оказывается отравленным жадностью, ненавистью друг к другу, склоками, скандалами, войнами, катастрофами, когда ничего светлого в жизни ребенка не остается. Он это впитывает. Если по-простому говорить, а по-психологическому скажу, это вращивание происходит этих форм. А потом мы удивляемся, откуда. Он не просто как бы копирует или подражает. Нет, нет, нет. Там и копирование, и подражание, конечно, есть. Но самое страшное не в этом. Самое страшное, что он переживает их как нормальные, как естественные, потому что других просто нету. Это мы, взрослые, понимаем их как искаженные, как античеловеческие, как людоедские. А ребенок-то не понимает. Он считает, что... И поэтому, когда происходит эта самая интереализация, вращивание, когда мы получаем вот такие вот результаты, значит, мы должны, во-первых, если мы хотим понять нашего ребенка, мы должны как психологи, как педагоги обратить внимание, а какие идеальные формы, идеальные они в смысле, самые лучшие, идеальные в смысле, ну вот эти, да? Идеальные, которые предъявляются детям. Какие они? Какие они? Вот просто взять их и перечислить. Вот посмотреть. То есть это вот есть та среда, в которой он находится. А если она отравленная, ну если источник воды отравленный, то ты отравишься. А по-выгодскому социальная среда есть источник развития. И сознание будет отравленное. И сознание твое будет отравленное. Все правильно. Поэтому задача педагога. Мы же не можем противостоять средствам массовой информации, которые они несут. Но мы же можем своим примером, своими занятиями с детьми показывать им другие идеальные формы. Человеческие идеальные формы. Нравственные, культурные идеальные формы. Чтобы у них хоть какой-нибудь опыт вот этих нормальных был. Потому что у них такого опыта у многих просто вообще нет. Вот. Извините за мой пафос. Это очень больная тема. Да, это больная тема. Но я очень-очень за это переживаю. И второй момент я бы хотел сказать, что если вы не спрашиваете у детей о их переживаниях, то это означает только одно. Вы не знаете этого ребенка. Конечно. Все. Все. Спасибо большое. Вы просто меня потрясли до глубины души вдвоем. Потому что я никогда не рассматривала зло как культурную норму. То есть усвоение зла как культурной нормы. Вот. У меня просто прям слов нет. Даже не буду комментировать. А задам вам следующее. Даже это скорее не вопрос, а оценка из Татарстана Гульнара Нуфтулина говорит, что очень интересно, что все основываем в Новогодском. Написала она. А вот следующий вопрос обращен к Николаю Николаевичу Светлана Савкина. Можно так сказать, что переживание ведет за собой развитие ребенка? То есть это вопрос. Можно так сказать, что переживание ведет за собой? Можно. Можно. Да. Светлана, привет. Мы просто ВКонтакте по другим каналам. Смотрите, можно сказать, что переживание ведет за собой развитие ребенка. Но опять же, понимаете, давайте будем профессиональны. Сказать-то можно вообще все, что угодно. Что там американцы не летали на Луну. Говорят же такое. Ну и все. Но мы должны как специалисты, как психологи за свои слова отвечать. Если нас спросят, а как вы, а как, что это значит переживание ведет за собой ребенка? Что вы имеете в виду? Вот здесь уже будет такой ответ, что ребенок находится в некой социальной ситуации. Это может быть игровая ситуация, семейная, ну какая-то ситуация, какое-то событие происходит, день рождения, поездка, ну в общем, какая-то ситуация, которая имеет начало, продолжение. Вот. И естественно, ребенок каким-то образом в ней участвует. но эта ситуация преломляется через переживание ребенка определенным образом. Какие-то компоненты этой ситуации преломляются в сознании ребенка, а какие-то вообще остаются на периферии. Помните, у девочки церковь преломилась в своей поездке, а у мальчика автобус преломился. Ну да. То есть переживание это то, что превращает или не превращает социальную ситуацию в социальную ситуацию развития. А это не одно и то же. Никакая социальная ситуация автоматически, механически социальная ситуация развития не становится. Она может стать социальной ситуацией развития, А может и не стать социальной ситуацией развития. И вот станет она социальной ситуацией развития или не станет, зависит от переживания ребенка. И в этом смысле, конечно, переживание ведет за собой развитие, потому что переживание это есть то, что создает социальную ситуацию развития. А социальная ситуация развития, создавшись через переживание, начинает работать как источник развития. Таким образом, переживание как бы включает этот источник развития, запускает его. И таким образом, конечно, мы можем сказать, что переживание определяет и ведет за собой развитие. Но только надо пояснить, что мы имеем в виду. Вот это мы имеем в виду. Видите, вот так. Так бы я ответил. Спасибо за вопрос. Классный вопрос. Ой, вы не слышали. Спасибо большое. Сейчас вопрос от центра ПМПК, но безымянный. Программа Венгера развития не подходит для владения культурными знаками? Николай Деонтьевич, вам вопрос. Во-первых, подходит для владения культурными средствами. Но там лежит главная идея этой программы, что это не просто культурные средства, это наглядные культурные средства. Поэтому наглядные модели выступают в роли средства. И в этом смысле программа подходит для исследований Венгера, которые они провели под его руководством, его сотрудники. Они показывают, что дошкольный возраст – это возраст сензитивный к вот этим наглядным моделям. Это, кстати, показано и в американских исследованиях. Типа Джуди Де Лоуш и других. Да, да. Но это уже как бы считается доказанным, что именно в этот период сензитивный. Да. Но здесь нужно иметь в виду, что набор таких средств, он все-таки достаточно ограничен и специфичен. Поэтому, конечно, это подходит, но существуют и другие варианты, и другие, скажем так, виды средств, которые он тоже может осваивать. Да, да. Да. То есть не только наглядные. В этом работает, но возможные средства не ограничиваются только наглядными. В него будут самыми разнообразными. И если их целенаправленно использовать, то есть с пониманием, не потому что это написано в программе, вот ты должен вот это, а потому что ты должен понимать, а это нужно потому, для того, чтобы тогда дело пойдет. Да, я согласен. Я согласен. Я стараюсь отключить звук, чтобы не мешать. Нет, не отвечаю. Еще один вопрос, тоже от Центра ПМПК и тоже безымянный, который, автор указывает этого вопроса на то, что исследование Илькониновой по психологии игры и сказки показывает психическое развитие в процессе опосредствования. И она указывает на то, что это также подходит к обсуждаемой теме. Да, абсолютно. Мы прекрасно знаем и Людмилу, ой, не знаю, как по отчеству Ильконинова. Иосифову. Иосифову, да. Вот. И ее исследование. Конечно, конечно, она подходит. Но опять же, хорошо, игра, да, и сказка. Да, замечательно. Это важно. Но давайте вспомним не Ильконинову Людмилу Иосифову, а Ильконина Бориса, то есть Даниила Борисовича, большого Ильконина, старшего, который говорил, что да, игра является ведущей деятельностью дошкольников. Но ведь существуют еще и другие деятельности, в которые включен дошкольник. И только комплекс разнообразных деятельностей ребенка позволяет игре работать как ведущей деятельности. То есть его идея в том, что игра, конечно, ведущая деятельность, но только если она работает в системе других деятельностей. А вот эта-то идея Ильконина оказалась совершенно как бы неподхваченной. Все обрадовались, что игра является ведущей деятельностью дошкольного возраста. Давайте мы на игре все-все. А другие виды деятельности, не игровые, которые не менее важны. А взаимодействие с идеальными формами происходит вообще не в игре. Ребенок домой приходит, он уже ни во что не играет. Он уже как же туткнулся или там в теле. И все. И пошло дело. Так что, если мы говорим о развитии ребенка, тогда нужно думать о том, как обеспечить средствами его разные виды деятельности. Не только ведущую, но и вообще где-то деятельность, в которой он сейчас был во вторых. Видите, здесь существуют противоречия. Вот оно реально существует. Что с одной стороны мы говорим, что игра ведущая деятельность, а с другой стороны мы говорим, что не только в ведущей деятельности происходит как бы освоение или овладение вот этими культурными средствами. И вот если мы берем программу развития, то там конструирование, там изобразительная деятельность, музыкальная деятельность. Потом вот это даже физическая культура. Вот слово культура уже там говорит о том, что там содержатся образцы, идеальные формы, которые дети должны осваивать. Поэтому здесь есть сложности. Есть, есть, есть. И они теоретически. Мы же не говорим, что программы нет. Мы говорим, что программы есть, но программы-то только в каком-то смысле основаны на глобальных идеях Выгодского. А вот скажите, Николай Николаевич, вопрос о понятии ведущей деятельности для Выгодского, оно вообще как бы… Ну, как я… Видит Бог, Николай Евгеньевич, как я не хотел касаться этого вопроса. Ну вот я просто уже смотрю на часы и думаю, неужели никто про ведущую деятельность не спросит. Но педагоги не дали мне расслабиться. И сразу четкая говая деятельность. Так вот, я сейчас, конечно, скажу абсолютную ересь. И если бы я был в зале, сейчас бы меня закидали бы мочеными яблоками или арбузами. Значит, у Выгодского не было понятия деятельности вообще, а уж тем более понятия ведущей деятельности. Он совершенно спокойно обходился без этого понятия, потому что у него было, на мой взгляд, более глубокое и более многомерное понятие, которое называется социальная ситуация развития, которое включает в себя разные виды деятельности, которое является источником развития, которое включает в себя все элементы взаимодействия. Выгодский вообще говорил, что социальная ситуация развития – это есть отношение между ребенком и социальной средой. А отношение это может проявляться и в деятельности, и в общении, и во всех формах взаимодействия, а также в мечтаниях ребенка, а также в его воображении, в его переживаниях. Потому что, как мы только что с вами установили, именно переживание и делает социальную ситуацию, социальные ситуации развития. Поэтому, в принципе, выгодскому и не нужно было понятие деятельности, и понятие ведущей деятельности, тем более. Но здесь вот я бы еще добавил, знаете, какой момент? Это про структуру сознания, что в каждом возрасте конфигурация сознания, она другая. И вот эта конфигурация сознания в каком-то смысле выполняет все те функции, которые, как бы, даются вот через ведущую деятельность. Потому что само переживание, оно определяется вот этой конфигурацией сознания. Абсолютно точно, да. И именно выгодский говорит, что каждый возрастной период или каждый возраст психологический имеет несколько характеристик. И одна из характеристик – это он отличается от всех других особым типом переживаний ребенка. Поэтому по этой линии тоже идет ограничение между возрастами. Ну, раз уж задали вопрос о ведущей деятельности, на который я не хотел отвечать, я все-таки еще одну вещь вам скажу, уважаемые коллеги. Значит, идея о ведущей деятельности, естественно, появилась сначала у Глеонтьева в общем виде, а потом у Льконина в знаменитой статье к вопросу о периодизации психического развития ребенка. Вот это та самая главная статья, которая дала схему видов деятельности, ведущих деятельностей в дошкольном возрасте, видов игры и так далее. Ну, я не буду ссылаться, все помнят. В 1971 году она вышла, эта статья, и вот и был сумасшедший вклад. Кстати, ее потом перевели на английский язык, но так безобразно перевели, что никто ничего не понял вообще. Поэтому нам пришлось в Финляндии сделать новый перевод этой статьи Глеонина, и теперь она всем известна уже вот в нашем новом переводе. Но неважно, я не о себе в данный момент. Ну вот, но если внимательно эту статью прочитать, вот просто прочитать статью. Она сейчас есть в интернете, 1971 года. Мы там увидим интересную вещь. Первая интересная вещь. Мы там увидим, что в первой части своей статьи Выйготский ссылается, Эль Конин ссылается на Выйготского, и именно ссылается на понятие социальной ситуации развития, и именно на понятие психологического возраста. И дает обширную цитату, и на целую страницу объясняет. То есть общая рамка – это социальная ситуация развития. А потом конкретизация социальной ситуации развития как отношения уже через деятельность. И в конце этой статьи… Вы уж извините, я лекцию читаю. Моя жена все время меня ругает. Говорит, хватит лекции читать. Это когда мы с ней разговариваем. Ну, неважно. А в конце этой статьи он пишет, что это лишь гипотеза, которая нуждается в дальнейшем исследовании и экспериментальном подтверждении. Ну, не вина же Эль Конина, что эту статью восприняли как истину в последней инстанции. Не как гипотезу, а как нечто уже доказанное, с чем уже просто спорить невозможно. Правда же? Ну, вот. Конечно. И второй момент. Есть такая книжечка. Эль Конин, Данил Борисович. «Избранное произведение». «Избранное психологическое труды», как это называется. «Однотомник». Там эта статья тоже представлена. «Год издания» – 1989. Таблла 71, а эта – 1989. Вот. Просто ради интереса. Ну, кому интересно, возьмите. Это тоже есть в свободном доступе в интернете. Возьмите текст 71 года и текст 89 года. И сравните. В тексте 89 года никакой ссылки на Выгодского, на идею социальной ситуации развития, и на идею социальной ситуации нет. И нету. Нету. Просто. Понятно. Понятно. Возникает вопрос. Возникает вопрос. Как так могло получиться, что издательство «Просвещение» взяло и выбросило целую страницу, где Эль Конин показывает, что его периодизация вырастает из идеи Выгодского? Ну, это случайно произошло. Ну, вот. Не досмотрели немножко. Так что вот это вот с ведущей деятельностью такая вот ситуация. Ну, и последнее. Если вы возьмете дневники, заметки Эль Конина, которые в этом же томе опубликованы, как приложение, вы увидите, как тяжело он переживал, что идею о ведущей деятельности поняли неправильно. Он там прямо и пишет, что нужно понять идею ведущей деятельности не как деятельности, а как только одной деятельности в системе деятельности, то есть как отношение ребенка и социальной среды, то есть как социальную ситуацию развития. Если мы социальную ситуацию развития начинаем понимать, как деятельность, мы схлопываем, мы сужаем содержание, содержание. Мы ее регулируем. И очень сильно Эль Конин по этому поводу переживал, но он же ничего сделать не мог, потому что статья уже была опубликована, это пошло, интерпретация и как... Процесс пошел. Процесс пошел, что называется. Это вот такая вот... Это называется работа с источниками. Николай Николаевич тщательно докапывается до сегодня. Спасибо большое. У нас еще три вопроса. Может быть, мы ответим, понимаете, такая редкость, когда два таких ума встречаются, что я просто не могу лишить тех людей, которые... Ну, давайте. Значит, первый вопрос. Пожалуйста, как соотносить природную мудрость ребенка и процесс формирования сознания ребенка? Это Ирина Чугаева задает вопрос, но я понимаю, что он очень-очень такой... Вы знаете... Это хороший философский вопрос. Это хороший философский вопрос. Я согласен. который требует разговора часа на четыре. Ну, именно философского. Я, например, не чувствую себя... Философского. ...специалистом в этой теме. Единственное, что я мог бы... Единственное, что я мог бы прокомментировать, если Николай Евгеньевич мне позволит. Ну, непонятно, что имеется в виду под природной мудростью. У меня есть интерпретация, но давайте. Ну, давайте. Николай Николаевич. Я не понимаю. Я не понимаю. По-моему, например, то, о чем и Ильконин писал, то, о чем и Запорожий писал, то, о чем Николай Евгеньевич тоже писал, о том, что у ребенка есть особенность такая. Он воспринимает мир на определенном этапе своего развития не дискретно, не как состоящий из отдельных предметов. Он его воспринимает в целом, как нечто целое. А мудрость как раз и заключается, как говорится, чтобы за деревьями увидеть лес. То есть увидеть целое, которое больше, чем все составные части. В этом смысле я бы вас адресовал к блестящим экспериментальным исследованиям Кудрявцева, Владимира Тойвича, который уже много лет занимается проблемой развития воображения у детей. А воображение он понимает, как способность видеть целое раньше, чем видеть части. То есть вот по-философски. Поэтому давайте мы этот вопрос адресуем Владимиру Тойвичу, который и в философии глубокий, очень мыслитель, и психолог, тонкий экспериментатор. Он нам даст очень интересный, точный ответ. Но, во всяком случае, лучше, чем я. Ну, вот здесь я бы одну мысль добавил к этому рассуждению Николай Николаевич. Понимаете, здесь мы сталкиваемся с проблемой натуральной и культурной. И мне кажется, если я правильно понимаю Выводского, что для всякого культурного нужно свое натуральное, потому что без натурального культурные не появятся, поскольку натуральное трансформируется в культурное. Выводскому. Ну, не важно. Ну, по крайней мере, вот я занимаюсь исследованием диалектического мышления у детей, и оказывается, что дошкольники не все, но часть из них демонстрирует такую форму мышления, которая не уступает вот именно диалектическое взрослым. Понимаете? И в этом смысле мы можем говорить о мудрости. Почему? Потому что современное понимание... Не каждый взрослый обладает диалектическим мышлением. Не, не, не. Николай Николаевич, вот послушай, современные исследователи диалектического мышления сейчас происходит возрождение этой проблематики там по определенным основаниям это можно понять. Они рассматривают диалектическое мышление как пост формальную стадию интеллекта. И в связи с этим диалектическое мышление обладает по этой концепции таким свойством как мудрость. Но если мы говорим о том, что дети дошкольного возраста занимаются, могут демонстрировать такие формы диалектического мышления, которые не уступают взрослым, то тогда, наверное, можно говорить о мудрости ременка. Но я соглашусь... Но я все-таки хотел... Извините. Извините, пожалуйста. Но я все-таки соглашусь с Николаем Николаевичем, что этот вопрос надо адресовать Кудрявцевым. Да. Он лучший специалист. Найдете легко в интернете, в фейсбуке Владимир Кудрявцев, у него он очень широко представлен. Я все-таки хотел бы реплику вставить по поводу того, что натуральные трансформируются в культурные. Одно время Выгодский так действительно считал. Он считал, что должно быть вот трансформация в натуральные в культурные. Но обратите внимание, последние опубликованные дневниковые заметки, которые совсем недавно были опубликованы вот Вандервиром и Замешневой. Я там сам с удивлением обнужил такую вещь, когда он говорит, что раньше мы считали, что психика двухэтажная, что над каждой натуральной функцией возникает высшая функция. А это есть не что иное, как возврат к традиционной. Надо поставить вопрос иначе. Культурные функции возникают на основе натуральных, как предпосылок, но не в результате развития, трансформации и усовершенствования этих натуральных. Почему? Потому что у них разная природа. натуральные функции показывают биологическую линию развития. А культурные функции, поскольку они из социальной среды, у них источник другой. Это понятно. Поэтому говорить о трансформации натуральных в культурные, да, одно время Выгодский так считал, но эксперименты показали, что сколько это не трансформирует натуральную функцию, ничего ты из нее никакую культурную не получишь. Иными словами, если Вы читаете в учебнике, что произвольная память это результат развития натуральной природной памяти ребенка, что ребенка сначала природная, механическая память, которая постепенно развивается, развивается, развивается и становится произвольной, логической памятью, это бред сивой кобыл, такого никогда не бывает, и это просто невозможно. Вообще-то говоря, нет ни одного экспериментального исследования, вообще ни одного, которое бы показывало, как в экспериментальных условиях или не в экспериментальных условиях эта самая натуральная память, развиваясь, из механической вдруг превращается в логическую. Просто это невозможно. И Выгодский объяснил, почему это невозможно. Потому что из слона нельзя сделать жирафа. Ну, никак. Ну, не получится. Да? Разные они. Другое дело, что в сознании ребенка, они существуют в единстве. Ведь, смотрите, наша механическая память никуда же не девается. Мы уже логической памятью давно владели. Или наше непроизвольное внимание, как элементарная функция, оно же не исчезает. Мы по-прежнему обращаем внимание, если вдруг какой-то резкий звук или яркий свет. Правда же? Она как была, так и осталась. Другое дело, что наряду с ней у нас появилось новое культурное внимание, то есть мы можем удерживать внимание, давая себе внутренние приказы, да? но это на основе непроизвольное, но не путем усовершенствования развития непроизвольной. Вот это мой комментарий. Мы здесь будем, конечно, спорить с Николаем Евгеньевичем. Нормально, здорово. здесь дело не в этом. Дело в том, что для меня это важно, что натуральное выступает в качестве оснований культурного. Да-да-да, конечно. Надо же на чем поставить. А это означает, а это означает, что без натурального культурное не появится. Конечно, не появится. Оно же на пустом месте не может появиться. Ну, об этом, собственно, говорится. Да-да-да-да-да-да. Но просто источники разные, как бы происхождение у них разное. Да, но здесь, знаете, есть одна проблема. Пока никто не знает, как работать с натуральным. Да. Что с ним делать? Есть любопытные опыты. Допустим, вот этой китайской NG Play. Кто-нибудь знает? Может быть. Там есть вот эти прямо линии натурального поведения ребенка. Когда он там лазает, ну и так далее, демонстрирует натуральные формы поведения, которые, ну, как бы, не трансформируются в культурные, назовем это так. Когда они, вот, представляете, вот эта большая бочка металлическая, а ребенок на ней начинает передвигаться. металлическая, мы, конечно, ее, стоя на бочке, да, но бочка, вот, она по размерам, как бочка из-под смазочных материалов, такая большая, огромная. Ребенок на ней стоит и едет, как бы, переступает ногами и так далее. Понимаете, он это делает самостоятельно, может быть, даже по подражанию, но вопрос в чем? Можем ли мы назвать это культурной формой поведения? Я бы не рискнул так сказать, потому что это ребенок как бы изобретает самостоятельное движение и так далее. Но, тем не менее, это какая-то новая форма поведения. А почему это не отнести с точки зрения, давайте с точки зрения психологии посмотрим на это, не как наблюдатель на бочке, а с точки зрения … Ну, представьте себе ребенок лазает на деревья. А разве это невозможно объяснить через понятие второй стадии овладения средством? Ну, это наивная психология. Ну, объяснить можно, когда натуральные функции уже постепенно предстают работать, а культурные еще не возникли, вот эта вторая стадия переходная, которая, как говорит Выгодский, очень быстро проходит. Там подражание, использование каких-то внешних средств, но совсем не… да-да-да-да, но этот же период описан Новогодского, очень коротко, правда, потому что он очень быстро проходит и сменяется следующей стадии, это стадии внешнего знака. Не-не-не, это понятно, вот это четыре стадии, это понятно, но непонятно, какая функция. Это же натуральная, он же и назвал это как бы стадией наивной психологии, да, то есть натуральной. Сначала натуральная, потом… Ну да, сначала натуральная, потом… Да, так вот вопрос… Слово примитивное не будем использовать, потому что как бы сейчас уже… Да. Коллеги, еще два вопроса, очень хочется задать, я просто не могу. Ну вы, наверное, в следующий раз, я думаю, что это не последняя наша встреча, как я понимаю. Ну вот только два вопроса и все. Я надеюсь, что не последняя, народ ждет. Ну давайте, мы быстро. Центр ПМПК опять комментирует, что технология события в программе от рождения до школы помогает открывать переживания ребенка, включает переживания в образовательную деятельность. Вы просто ранее просили, если будут какие-то примеры на эту тему, осветить. Вот это я осветила. Да, да, да. Но здесь просто один маленький комментарий. Да, они учитывают, они учитывают, но они не работают с этим целенаправленно. Именно целенаправленно. Как использование это для того, чтобы проанализировать, а в какой конкретной социальной ситуации развития находится ребенок. Понимаете? Этого нету, к сожалению. Нет, здесь скорее событие, как создание эмоциональной ситуации. сознание переживания. Ну, это здорово, но как оно работает-то и как ты должен описать? Тут возникает проблема, какое переживание и что с ним делать дальше? Мне кажется, все ответили. Ответили. Да, замечательно. Я просто бы еще ответила, сказала бы, наверное, два слова насчет того, что программа и исследование, это все-таки разные вещи, поэтому не совсем может быть даже корректный вопрос. А вот следующий вопрос просит на него ответить вас. Николай Николаевич, вы не проводите параллель между переживанием Угоцкого и отношением Унисищева? Ну, опять же, давайте говорить профессионально. Можно провести параллели между переживанием Угоцкого и философской идеей Рубинштейна, что все внешние воздействия через внутренние условия. Пожалуйста, можно, но это будет разговор философский, поскольку все-таки Рубинштейн философ прежде всего и психология для него была только частью его общей философской концепции, которую он изложил в двух книгах «Человек и мир и бытие сознания». Можно говорить о том, что, например, категорию переживания можно соотнести с идеей experience у этого, как его, у Уильяма Джеймса. Запросто можно. Можно соотнести идею переживания и идею установки и узнать и отношения у Мясищева в том числе. И отношения у Мясищева. То есть соотнести можно с многими вещами. Я, как психолог, предпочитаю работать с той реальностью, которая у меня есть. Мне кажется, что ни у Ананима, ни у Рубинштейна, ни у Мясищева, ни у кого не было главной идеи, которая запереживает. Идеи преломления. Преломления нового принципа. Никто про это из всех вышеперечисленных товарищей не говорил. А Выгодский единственный, который сказал, что это новый принцип понимания, новый принцип объяснения, новый принцип анализа развития ребенка. Только анализируя переживания ребенка, можно понять, по какой траектории это развитие происходит. А если мы целенаправленно в игре, в нашей деятельности педагогической будем создавать ситуации, когда у ребенка будет происходить эмоциональное переживание, и чем больше их будет происходить, тем, значит, больше будет социальной ситуации развития, а значит, тем лучше будет работать источник, вот так, даты развития пойдет более быстрыми темпами, потому что ребенок будет все чаще и чаще подходить и пить из этого источника. Поэтому можно говорить, конечно, о связи, но когда мы начинаем говорить на психологическом языке, на языке экспериментатики, тогда уже нам говорить придется только о переживании в связке с принципом преломления и в связке с понятием социальной ситуации развития, которых не было ни у Джеймса, ни у Ананева, ни у Рюбинштейна. Вот и все. Спасибо большое. Еще здесь множество благодарностей. Многие отмечают нашу встречу сегодняшнюю как знаковые события в изучении и развитии идеи Выгодского. Благодарят, просто говорят, что это было очень полезно, пишут, что это было очень полезно и для педагогов, и для практиков. Считают, что это необходимо опубликовать и очень надеются на продолжение, просто очень. И просто я со своей стороны просто низкий поклон, потому что редкое для нашего времени интеллектуальное удовольствие от Вашей встречи с Вами. Спасибо. Я сейчас спущусь откройте мне это. Спасибо и Вам участникам за то, что нашли время, слушали нас. Понятно, что мы Вам в какой-то дикой дозе теорию дали. Обычно стараются теорию как можно меньше, а в практике как можно больше. Вы ее дали очень изящно и очень щадяще для практического работника. Ну, мы немножко понимаем. Все-таки, знаете, и Николай Евгеньевич имел опыт работы в детском саду, и я работал воспитателем в детском саду в Москве два года. Так что, в общем, мы не чужие люди совсем, мы прекрасно понимаем запрос, а то, что мы рассказывали изящно-неизящно, просто понимаете, вы, наверное, уже почувствовали, что мы вообще живем в этой теме, это для нас не просто работа, это как бы вся жизнь наша в этом. И если мы о чем-то говорим, то мы это очень хорошо знаем и можем, а поскольку мы это очень хорошо знаем и понимаем, мы можем всегда простыми словами это объяснить. Помните, как говорил Эйнштейн, если ты не можешь свою теорию объяснить трехлетнему ребенку, значит, сам ее не понимаешь. Я не хочу сравнивать аудиторию с трехлетними детьми, но просто как бы вот, чтобы на хорошей веселой доте закончить наш разговор. Огромное спасибо, Николай Евгеньевич. Николай Евгеньевич. Николай Евгеньевич. И мы обязательно продолжим. В любом случае, если будет интерес, мы продолжим обязательно. Спасибо огромное. Спасибо всем. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok